Забор надо переставлять, дорожки делать, здесь вот что-то нужно, отмостку, то есть еще много работы, а я этого ничего не могу сделать. Анна Завьялова оказалась должником по неволе. Из-за того, что кто-то оформил на ее имя кредит, женщина не может взять займ и достроить дом. Банки отказывают. Два года назад неизвестный воспользовался паспортными данными Анны и получил деньги в одном из столичных офисов финансовой организации. Теперь кредитная история испорчена. Сейчас якобы долг 16 тысяч, то есть взято 9 тысяч, долг 16, но сейчас все уже все равно испорченная кредитная история и даже тогда, в январе 2017 года, я просто из принципа, что это не моя задолженность, я здесь никакого отношения не имею, почему должна платить кому-то за что-то, причем я точно знаю, что я обратно этих денег не получу. Анна написала заявление и в Первоуральскую, и в Московскую полицию. Ответ один. Ущерба нет, возбуждение дела отказано. Женщина только руками разводит. Кто же мог совершить подобное? Паспортные данные мог взять кто угодно. Даже телефон купить, нужны паспортные данные. Мне когда в полиции сказали, кому вы давали паспортные данные, я начала, когда их давала, думать, а зачем они вам? А вот так нужно. В школе тоже попросили, причем даже пару раз. В больнице тоже нужны паспортные данные. В Уральском управлении Банка России уверены, сведения о кредитной истории можно исправить. Расставить все точки над «и» между банком и гражданином поможет суд. Когда правота будет доказана, в Бюро кредитных историй исправят ошибку. Обратиться за помощью следует и в интернет-приемную Банка России. Сделать это можно на официальном сайте или по номеру контактного центра. К обращению можно прикрепить файлы с необходимой информацией. Принимаются даже скриншоты экрана компьютера или мобильного устройства. Банк России рассматривает все обращения граждан. Не только дает разъяснения по существу, но и рекомендует, каким образом действовать в конкретной ситуации. Юристы предупреждают, даже если сумма долга относительно небольшая, платить все равно не нужно. Информация изменится, но хорошей кредитную историю все равно не назовешь. Сильно просрочил кредит, что тоже будет являться сигналом для другого банка не выдавать такому ненадежному заемщику кредита. Нельзя поощрять мошенников, также недобросовестных сотрудников банка, которые, скорее всего, хотя бы один были в курсе. Анна Завьялова настроена решительно. Она намерена очистить свою кредитную историю и уже готовить необходимые бумаги в суд. Юлия Данилова, Руслан Гаскаров, Интера ТВ.